Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о новой книге в серии «Сумка счастья». Я когда-то рассказывал о книге, по которой названа эта серия издательства Repo. «Печенье счастья» Черстин Лундберг Хан. Это знаменитая шведская книжка, которая сейчас стала нашим достоянием. Тут важно отметить, что в этой книге речь идет о том, с чем сталкиваются половина детей, наверное, на этой планете. Потому что мы не выбираем, кем нам родиться. Какого цвета у нас будут глаза, волосы, и уж тем более, какие нам достанутся родители. Какие есть, люби таких. И вот чаще всего дети испытывают кошмарное, невероятное, ужасное, сногсшибающее, просто подавляющее, травмирующее чувство смущения за своих родителей. Почему? Вот нам, взрослым, это кажется совершенно странным. Почему это смущаться? Что такого, что у тебя папа танцор балета? Почему ты мечтаешь, чтобы он был офицером полиции? Почему ты мечтаешь, чтобы он был космонавтом, пожарником на худой конец? Да хоть кем, хоть каким-нибудь там, не знаю, разночестным поваром, но только не балеруном! Потому что один идиот в классе когда-то произнес это слово, якобы имеющее его нечижительный, значит, оттенок. И все. И до свидания. А на самом деле то, что это высокое искусство, великий талант, огромное, значит, сложное призвание, которое требует самоотдачи и всего остального, а кроме того, слава, популярность и благодарность зрителей, это, конечно, в голове ребенка уложиться не может просто потому, что он ничего об этом не знает. Но чаще всего бытовые черты родителей, их профессии, их привычки, их манеры вызывают у детей неоднозначную реакцию. Нам, еще раз повторюсь, это не понять. И вот Оскар, герой книги «Печенье и счастье», как раз этим и смущен. Он от стеснительности просто краснеет, как рак. Он готов провалиться на месте. А все от чего? Все от того, что у его папы очень красивый голос. Он практически оперный. Он с удовольствием, так смачно, с эффектом, радуя всех окружающих, очень часто поет. Причем поет реально оперной арией, без дураков. Он выбирает для этого самые неподходящие с точки зрения Оскара моменты. Да и никакой момент для этого проклятого занятия не является подходящим, по мнению мальчика. У всех папы как папы, нормальные. Менеджеры там, техники, профессора, учителя, инженеры, кто угодно. Но, боже мой, никто из них не выглядит, как дурак, когда он поет. Почему? Потому что детей смущает все необычное. И вот это вот Чистерн Лунбергхан подметила. И вот из этого построила целый сюжет. Это на самом деле чувство, которое развивается целых две главы в книге. И постепенно ты понимаешь, насколько это тяжело и травмирующе для ребенка. Когда его папа, например, на школьной лестнице, там между первым и вторым этажом есть пролет, где великолепный высокий потолок старого здания и соответствующая акустика. И вот папа каждый раз становится на этой лестнице, начинает петь. И вся школа замирает, значит, в радости. Более того, он поет и еще подмигивает учительнице, значит, сделает ей приятное лицо. Потому что молодая учительница вся расстаивала и заслушалась его пением. Представляете себе, что чувствует Оскар в этот момент, да? Она какого-то не знает, куда уже деться. Вот. Если бы дело ограничивалось папой, полбитой. Мама. Что с ней? Что с ней не так? Танцует. Танцует. Хоть что-то с ней делать. Они умудряются снять столик в ресторане, где с Оскаром прекрасно ужинают, значит, отмечая какое-то семейное торжество, или просто придя по праздничному поводу, уже не помню. Но при этом внезапно звучит музыка, а там есть пустое место между столиками. Встают и на тебе, пожалуйста, уже закружились, уже танцуют, танцуют, танцуют. Но нормальные люди, скажите мне. С точки зрения их сына, явно нет. Он не просто смущен, он раздавлен происходящим. Что все родители как родители, как нормальные, одни мои клоуны, да? Вот. Это надо перерасти, это надо пережить. Вот эта книжка помогает очень пережить вот такой кризис, да? Кризис смущения и стеснения от того, чего совершенно не надо стесняться и не надо смущаться. Кризис непонимания того, что все люди разные и настолько разные, что однозначная схема поведения для всех не существует. Это говоря взрослым казенным языком. Ну, а в книге, в сказке точнее, происходит дальше следующее. Оскар, конечно, находит некое печенье счастья. Это китайское печенье с предсказанием, такое, значит, сухонькое. На вкус оно как китайское печенье с предсказанием. Вот, значит, главное там маленькая полоска бумажки, на которой написана волшебная фраза. Ну, чаще всего это «Опасайтесь влияния Сатурна на ваш бизнес». Вот. Шучу, конечно. Там чаще всего какие-то абстрактные фразы, которые просто приятно прочесть, подумать над тем, что будущее может быть и не очень хорошо, да, но будут в нем явно светлые моменты. Вот. Ничего зловещего вы там не прочтете. Но предсказание попавшееся Оскару не идет, ни в один ряд не становится ни с чем. В этом предсказании написано «Загадай свое самое заветное желание, и оно сбудется». И он загадывает. Как вы думаете, что он загадывает? Конечно, чтобы я и родители были немножечко похожи друг на друга. Хоть немножко более похожи. И засыпается этим желанием. Вы представляете, что происходит на следующий день? А думаете, родители стали нормальными? Ага, сейчас. Оскар стал более похож на них. Желание-то работает в обе стороны. Как знаменитый парадокс. Казнить нельзя помиловать. Мать любит дочь. Это без расстановки запятых не работает. Вот. И он, получается, становится более похож на родителей. До такой степени, что на следующий день в классе, когда вызывают «Кто будет петь на рождественском празднике?» Арию о гномика. Там песня, специально песня Степана. Ну, это шведские традиции. Там есть примечания, которые объясняют, что именно происходит на сцене, почему именно так празднуется Рождество, сочельник и так далее. Вот. Ну, там надо петь песню Степана в таком... в колпаке, в плаще, да? Ну, в общем, гномика, если на наш язык перевести. Ну, какой нормальный пацан захочет, да? Ну, это же с ума сойти. А он поднял руку и говорит, я буду петь песню гномика. Ой-те, Господи! После чего ему становится очень плохо. Он понимает, что он наделал. Отвязаться от... Честным образом откреститься от этого уже невозможно. И, значит, начинает развиваться интрига. Все кончится, конечно, хорошо. Стеснитесь, он свое поборет. И будет счастлив. И, конечно, эта книга о дружбе настоящей. И о настоящем зимнем волшебстве, которое помогает преодолеть вот такие вот вещи, да? Но пока вы следите за приключениями Оскара, вам все время будет казаться, что это происходило с кем-то из знакомых вам детей или даже с вами самими. Настолько все достоверно и ясно передано эмоционально, да? Вот в этом, конечно, шведская писательница превзошла абсолютно всех. Это вот действительно очень тонко схваченная эмоция. Но это еще не все. Если вы задумали подарить эту книгу как дар в день рождения или на другой праздник, да, то вы можете сделать великолепный совершенно сюрприз ребенку, потому что издательство придумало хитрую штуку. Вместе с печеньем счастья оно продает печенье счастья. Вы угадали именно его. Вот в этой вот коробочке натурально самые, что ни на есть, реальные, значит, печенюшки, да, с предсказаниями, да? Вот такие вот их можно съесть. Вот. Они на вкус гораздо лучше того, что я описывал, да? Значит, и, конечно, это будет отличным дополнением к любому детскому празднику, к любому дню рождения, поскольку предсказания там только счастливые, и желания, которые в этой книге загадываются, в этой коробочке спрятаны внутри каждого печенья, они, конечно, исполняются, безусловно. Вот. Вот такое печенье счастья на 7 дней. Печенье с предсказанием. Читаем книгу, загадываем желания. Это связано с сюжетом книги. Я не буду вам спойлеры раскидывать и пересказывать все. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.